Музыка Пока музыканты настраивали инструменты, зрители настраивались на лирический лад. Впрочем, атмосфера музея-заповедника Горки-Ленинский как нельзя лучше подходит для общения с прекрасным. Ученые изучили в архивах древние рукописи, и первое упоминание о балалайке было 330 лет назад, в этот же день. Наряду с балалайкой в концерте прозвучали гитара и домра. Музыканты полностью оправдывают название коллектива «Русские виртозы». Вера долгие годы работала в оркестре русских народных инструментов имени Осипова. Дмитрий более 20 лет играл в ансамбле «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Самодостаточный я и он, все нормально, все хорошо. Но, как говорится, чего-то не хватает. Хочется немножко свое отношение показать к музыке, свои какие-то возможности показать. И вот мы объединились, и сначала у нас было трио, а потом уже постепенно превратилось в дуэт. Но мы все равно все эти наши возможности инструментов показываем. А возможности действительно большие. В концерте прозвучали не только русские и зарубежные народные мелодии, но и обработки известных классических произведений. Инструменты сделаны в единственном экземпляре ведущими музыкальными мастерами. У меня я, когда учился еще с музыкальной школы училища, есть старинная балайка мастера Галиниса. Мастер Галинис это, ну, как страдивари на скрипке, грубо говоря. Такой известный специалист, они знают это имя. Прекрасная балайка. Но вот как ни странно, даже при любви к этой старой балайке Галиниса, я сейчас играю все-таки на современной балайке мастера Виноградова. Она отвечает всем моим требованиям. Ну, вы слышали, как это звучит. А звучит действительно ярко и необычно. Даже для тех, кто с детства привык слышать этот инструмент. Что уж говорить об иностранцах. Мы были в Америке, выступали в Карнеги-холл. Вот, вы знаете, американцы настолько были поражены тому, как играют русские народные инструменты пьяны. То есть вот это тихо, затаенно, задушевно. И все в один голос говорили, что ни на одном таком инструменте в мире невозможно так сыграть проникновенно и так вот хватать за душу. Схватило за душу и тех, кто сидел в импровизированном зале. Постоянно ходим на эти концерты, очень любим эту пару. Они профессионалы, всегда дарят хорошее настроение. Великолепные концерты. И правда, они мы не первый раз. И приезжать, пусть они еще там много-много раз. Мы всегда кричим «Браво», всегда кричим «Бис» и всегда в настроении. Гуляешь, ходишь, лес, я не знаю, там, зелень. И вдруг какой-то концерт идет, люди сидят, смотрят, все радуются, веселые. По-моему, это самое главное. И после концерта с этой музыкой можно не расставаться. У музыкантов с собой всегда есть диски с записями, которые легко приобрести по совершенно символической цене, чем и воспользовались некоторые зрители. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ.